Скажите, пожалуйста, график работы новых КПВВ. Какой он будет сейчас? Что можете сказать по состоянию на сегодняшний день по графику работы КПВВ? Сейчас пока сложно, потому что все-таки у нас Луганская область попала в красную зону. У нас достаточно серьезно развивается инфицирование людей. Знаете как, мы, к сожалению, стали заложниками ситуации, потому что в самом начале, когда мы очень жесткие правила ввели и ограничения, то у нас мало болело людей. Когда Кабмин ввел цветное зонирование областей, то из-за того, что у нас были минимальные показатели, мы попали в эту зеленую зону. Соответственно, все ограничения снялись автоматически, люди полностью расслабились, может быть, подумали, что вирус куда-то ушел. И болезнь стала прогрессировать очень серьезно. Мы сейчас уже из зеленой попали в красную зону. Поэтому сейчас введены временные ограничения даже по пересечению КПВВ. Но мы, как только получим снижение просто инфицированных и хотя бы вот 50% койко-мест в больницах свободных, мы сразу будем открывать. То бишь, нет какой-то принципиальной позиции держать закрытыми КПВВ. Мы откроем сразу же, как только чуть-чуть стабилизируется ситуация по ковиду. Сергей, одно уточнение последнее разрешите. Вот касательно станицы Луганской, она сейчас перекрыта полностью или работает тут в режиме сокращенном? Закрыта до 15-го числа. Дело в том, что, к сожалению, люди очень безответственно относятся к инфекции и к самоизоляции. У нас, по нашей статистике, из 10 человек, которые переходят с неподконтрольной территории, порядка 6-8 человек позитивно инфицированы. Они переходят на подконтрольную Украине территорию и, в принципе, должны или находиться на самоизоляции две недели, или они могут сдать тест на ковид, на ПЦР-тест, и с результатами теста уже спокойно передвигаться. Вот они сдают ПЦР-тесты, но они не ждут вот эти сутки или там с утра до вечера результатов. Они ходят по банкам, они ходят в пенсионные отделения, то бишь они занимаются полностью вот своими какими-то делами. Потом они вечером получают позитивный результат теста, но они же уже ходили по учреждениям. То есть у нас реально, у нас болеют люди и в банках, и в пенсионных. Поэтому мы пока на время приостановили работу КПВ, но откроем тут же, как только выровняется немножко ситуация.